Здравствуйте! Вы смотрите 5 канал. Меня зовут Андрей Норкин. Это программа «Реальный мир», в ходе которой я и мои коллеги, как всегда, постараемся убедить вас, дорогие друзья, в том, что вы далеко не все знаете о повседневной жизни. Сегодня в выпуске. «Реальный мир в ретро. Цирк. Тридцатые». Советский цирк тридцатых годов не совсем похож на то, что можно было увидеть в знаменитом фильме Григория Александрова, снятого, кстати, как раз в середине тридцатых. Ну, в фильмах Александрова вообще было мало похожего на реальную жизнь, хотя они по праву считаются киноклассикой. О них мы когда-нибудь обязательно поговорим. А сейчас о цирке того времени, о том, каким он был на самом деле, расскажет Сергей Жаров. С цирком советская власть поступила, как и со всем остальным. Национализировала его в девятнадцатом году. К тридцатым годам акробатами, зверями и клоунами руководил единый советский орган – Госцирк. В Москве цирк бывших крепостных братьев Никитиных теперь называется «Второй Госцирк», а заведение их конкурента Соломонского – «Первый Госцирк». Там по старинке работали еще дореволюционные артисты. Советская пресса громила их за безидейность. Но несмотря на разнообразие, качество программы оставляет желать много лучших. В цирк ходят ради традиционных силачей и акробатов. Но теперь там еще показывают высокоидейную пьесу «Москва горит», автор Майковский и представление «Махновщина». Очень популярно из законных номеров. Сталинская мода любит все большое. Появляются большие аттракционы. Впервые на арену выходит фокусник Эмиль Кио и дрессировщик Юрий Дуров с новой группой животных. В середине 30-х дебютирует клоун Карандаш. Он как раз маленький и вообще как-то не советский. Но руководство Госцирка его поддерживает. Он стремительно набирает популярность, и его зовут сниматься в комических ролях в кино. Но главный клоун 30-х все же не Карандаш, а любимец публики и партии Виталий Лазаренко. Сын шахтера, дореволюционный рыжий клоун. Он сначала высмеивал полицейских и Царскую Думу, а потом на ходулях выходил на большевистские демонстрации, читая стихи Демьяна Бедного. В 30-е с арены изгнаны иностранцы. Чтобы платить им, просто нет валюты. Она вся ушла на индустриализацию. В цирк приходят отечественные артисты, бывшие гимнасты и акробаты. Артистами распоряжается Госцирк. Их направляют на гастроли по стране. К концу 30-х в СССР уже 86 цирков и 10 передвижных шапито. В провинции, где нет зоопарков, цирк часто единственный шанс посмотреть на экзотических животных. Желающие осмотреть двери, вовы пройти за курицей. Животные – единственная категория населения, которая питается не по карточкам. Для них разработаны нормы питания. И даже в голодные времена государство старается выделять хищникам мясо и рыбу. Другое дело, сколько из этого до животных доходит. На арене распоряжается инспектор Манежа. До революции его называли Шпрехшталместер. Изменилось только название. До революционный антураж цирка дополняют феерические костюмы. Капиталина Ванна без каравайи. Хотя цирк по определению искусство для народа, советскому человеку 30-х он часто недоступен. Билет стоит 1 рубль. А в кино можно сходить за 50 копеек. Или вообще бесплатно, если к фильму прилагается скучное собрание. Рабочий на фабрике получает 3 рубля 40 копеек в день. Другое дело, стахановцы. У них зарплата больше. И для них, кроме спецстоловых, выделены еще свои ложи в цирке. Рядом ложа передовых колхозников. Обычный крестьянин не ходит в цирк. Ярмарочные представления остались в прошлом. Так что часто советские люди судили о цирковых представлениях по фильму «Цирк», где любовь Орлова вела нелегкую жизнь иностранной циркачки. Когда фильм вышел, никаких иностранцев в советском цирке уже и в помине не было.